Добрый новый день! Сегодня пятница, 2 февраля. Я, Анна Филиппова. Целые миры полные приключений могут подарить нам книги. Ну а мы в феврале можем подарить книгу. В век технологий бумажная книга остается актуальной и не теряет своей ценности. С 12 по 18 февраля состоится вторая всероссийская акция «Дарите книги с любовью». Международный день книгодарения отмечают в феврале более чем в 30 странах мира. Главная идея проекта вдохновляет людей дарить детям и родным хорошие книги. В библиотеке, книжные магазины, музеи и школы здесь будут организован сбор книг для детских учреждений. Пройдут литературные чтения, конкурсы, викторины, мастер-классы, встречи с детскими писателями и художниками. Международный день книгодарения с 2012 года отмечается 14 февраля более чем в 30 странах мира. Первая акция «Дарите книги с любовью» по инициативе Ассоциации растения читателя с большим успехом прошла в прошлом году. Ее поддержали библиотеки из 60 регионов России. Около 8 тысяч книг нашли своих новых читателей. День книгодарения превратится в целую неделю. С 12 по 18 февраля детей и взрослых приглашают дарить книги друг другу, друзьям и родным, приносить книги в библиотеки и тем, кто в них особенно нуждается. В Чебоксарских библиотеках тоже пройдут мероприятия в рамках этой акции. Следите за информацией в новостях. Лапти да лапти да лапти мои, а как лапти могут довести до Книги рекордов Гиннеса? Самые маленькие лапти из Чувашии войдут в Книгу рекордов России. Размер их 10 миллиметров на 7 миллиметров. Мастерица, изготовившая эти миниатюрные лапти Елена Клементьева. Вполне возможно, что такие лопоточки пригодились бы одному из героев нового кинофильма. Обзор киноновинок в нашем сюжете. Дэйв? Это Дэйв. Дэйв Джонсон. Никогда бы не подумал, что он захочет уменьшиться. Надо же! Короче, фантастическая история о неожиданном решении проблемы перенаселения планеты. Норвежские ученые придумывают технологию по уменьшению людей, благодаря которой через 200 лет весь мир можно сделать миниатюрным. К тому же мини-жизнь предлагает массу финансовых выгод. Но решение стать меньше повлечет за собой самые удивительные последствия. Не боитесь, что однажды проснетесь тенью того самого Богданова? Селфи. Он полностью копировал его жесты, мимика и даже шутил, что никто не заподозрил подмены. Богданов смотрел в экран, как в зеркало. Двойник вел его телепередачу, встречался с его фанатами-читателями. Это произошло вмиг. Раз – тебя стерли. Твою личность и тут бессильны лучшие психоаналитики. Публичный и успешный, остроумный и циничный, Богданов лишился всего, чего добивался годами, выстраивая свою карьеру и жизнь. И теперь он отчетливо понимал – копия лучше и честнее его самого. Битва за себя проиграна. И только дочь хочет вернуть истинного Богданова. Время традиционного вопроса. За правильный ответ первый ответивший получит сертификат в парк Амазония. Вопрос такой – что сделала знаменитая левша с той самой блохой? Это все на сегодня. Я желаю, чтобы и у больших, и у маленьких все было хорошо. Ну а завтра, завтра обязательно будет новый день.